Сегодня велопрокатчики с острова Татышев вышли на театральную площадь Красноярска. Здесь оставался митинг в поддержку малого бизнеса, организованный партией «Гражданская платформа» и местными предпринимателями. На пикет сегодня вышли несколько десятков бизнесменов. Требовали прекратить гонения со стороны чиновников, о чем говорили лозунги, и вот этот велосипед, скованный в клетке цепями. Инсталляция памятника – это своеобразный протест против притеснения со стороны властей. Частники считают, что их намеренно выживают с острова. Данный митинг обращает внимание горожан на вопрос доверия к власти, которая сейчас существует, к власти, которая решает интересы своих учреждений, своих людей. Поддержали предприниматели и представители партии «Гражданская платформа». В объединении уверены, что интересы прокатчиков сегодня грубо нарушаются, и их правоту нужно отстаивать. К нам обратилась инициативная группа порядка 20 человек. У них есть дети, у них есть семьи, у них этот бизнес, они в него вкладывались. И это ведь бизнес, еще надо понимать, это сезонный бизнес. Они зарабатывают 4 месяца, а потом на эти деньги обеспечивают семью, обеспечивают своих родственников и просто живут. И когда их именно в летний период пытаются выдавить, используя различные бюрократические механизмы, бюрократические препоны, это очень сильно им мешает. Молодые ребята сами организовали велопрокаты, стали кормить свои семьи, стали кормить своих детей. Прошло время, бизнес стал рентабельным. Приходит городская администрация, забирает бизнес себе. Ситуация настолько типичная, настолько яркая. Ребята не торгуют водкой, не торгуют пивом, они занимаются велопрокатом. Пускай оставят малый бизнес малому бизнесу. В Кросспорте уверены, что действует строго по закону, а все средства идут на облагораживание территории острова. Администрация города в последнее время создает условия для предпринимателей. И изготовленные контейнера, в которых могут храниться, они под охраной, к ним подведено освещение, они убираются. Все деньги, которые идут от предпринимательской деятельности, в данном случае от тех предпринимателей, они идут на развитие острова. В том числе и на уборку территории. Напомню, ранее в Уфас посчитали, что мэрия нарушила антимонопольное законодательство. В краевом арбитражном суде часть постановления отменили. В частности, посчитали законной передачу земли подведомственному кросспорту учреждению. Окончательное решение в споре между предпринимателями и администрацией города будет принято несколько позже. Добавлю, что в ближайшее время красноярские велопрокатчики намерены обжаловать постановление третьего арбитражного апелляционного суда высшестоящей инстанции. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru Сергей Кузовков, Сергей Камашев, Афонтово. Новости.